всем привет притуту солнечная турция на проводе я приболела погода переменчива это я кстати накупалась сначала своей расческой выпрямила волос потом прошлась еще плойкой и нифига челка в меня не выравнивать еще прицепила заколку потом еще маслом потом еще водой теперь еще слюнями и капец не кстати вот это вот я когда сюда ехала в этот раз у меня вот этого не было смотрите поломался я пару раз привязала хвост и хотя низко его вязала и поломался волос короче я приболела потому что погода такая знаете погода во-первых офигенная но она переменчива вот выходишь типа это потом раз ветерок подул потом еще что-то меня немножко продула я выпила таблетку то есть у меня температура еще нет но я чувствую что такое знаете вот давление на глаза идет нос течет кашель такой сухой пока по крайней мере еще жду сейчас юлия сергей на сделает рыбку с картошечкой там еще осталось от сергей петровича не зарежь и делали капусту кстати по поводу комментариев по поводу трусов что типа вот даже трусы не понравились это я не читала там не сказали же есть такой комментарий трусы просто человеку возрасте нужны на резинке не на такой вообще девочки не на такой широкой которая закручивается от того что я просто по карлику знаю что вот у него живот больше чем у сергей петровича естественно в два раза и не вот эта резинка допустим где на трусах написано мужчина ну типа ума она как-то вот так вот заворачивается и даже не для эстетики сейчас у нас что-то еще хочет чихнуть хочу заболеваем и на глаза идет сразу давлением есть у меня звонил антонио утром и такое так я вижу тебя глаза он в поле 3 был в спортзал ходил на беговой дорожке как раз стоял не знаю может то первый раз он за эти месяцы пошел но по крайней вернулся опять в спортзал бесполезно потому что потом же ест 2 body cutie съедает вот и у него тоже тогда резинка закручивалась поэтому для пожилого человека нужны такие как семейки свободные трусики я так понимаю с такой резиночкой которая вот будет она будет свободно она не будет нигде перетягивать все в общем что я за картину спрашивали год марина вы знаете что написано на картине вы просто невнимательная еще когда была в третьем во втором сезоне я на этой картине написала сейчас я на этой картине написала зашла в google перевела зашла в google перевела и написала еще там сердечко если вы заметите написано вот этот матюк и стоит сердечко это я написала мне не подарили картину с такую надпись мне просто ее подарили я подумала что это вообще за подарок зачем мне вообще картина кстати если на нее долго смотреть там виден парус но он очень далеко это прям вот для людей которые в надежде спать легла рано вовремя встала вовремя помыла пол вывесила машинку с еще одну машинку вывешу посуду помогла или они помыть она не просит она сама ее мод так что за картину просто невнимательно вы просто не помните я говорила что я написала я еще по моему кирилл был во влоге в этом или я у него в логе говорила я это прикинь это шарю пошла в гугл перевела написала и повесила так она висит я его не вижу мы с ним не пей дим вся сейчас пойду 5 укладывать но что делать торчит и все что этот предательский волосочек вижу смотрю тик ток уральские пельмени мои самые любимые боже кто им пишет текст как это прекрасно и замечательно дома кстати батарея работает тепло есть место и что образ есть место личного пространства лишь не привозила с собой не халаты ничего не только вот эти вот кстати сюда надо вставить такие резиночки знаете потому что они спадают они немножко или нога худая наверно белькин халат это мой любимый фиолетовый он конечно такой уже не новый хотя она наверно в том году говорила покупала но красивого цвета а сережку отдела потому что на на кухне лежала и и делал классно мы купили шампунь классно купили шампунь волос хорошо ложится еще и маска для волос надо будет сфоткать потому что когда покупали спрашивали что типа для светлых волосок не стоим чулка это капец спрашивали когда поговорю тихо потому что там люди люди не стесняют не знают я говорю тихо не орать вот спрашивала юля вред типа дайте такой что блондин вот такой не распушился и дали прямо удачно я сегодня видите его не вот сюда волос подку а мне говорят тихо прекращать их теребить да это блин с детства их тереблю точнее то что там нервный тихо настала на старости лет детства их тереблю как я и только не укладывал канал и сквозно можно фильмы смотреть мне был фильм ликвидация но я занята был малахо не поеду никуда еще не думал что поеду хотя конечно весело прокатиться вечером но состояние такой же прям дома у кого-то лико полежать или типа посмотри опять же говорю тихо я не знаю почему я говорю тихо мне никто не говорит что ты не было тихо но какой-то такое напряжение нет чувствуется вот атмосфера такая напряженная какая-то в хате честно говоря есть никогда не умеешься говорю туши я думаю а вот это вот давали шо со стенами мыши покрасили кто помнит еще когда в первый ли во второй мой сезон машка клеит вот эти вот маленькие виде такие штучки она клеит они на клею потом когда она утра кот их отдирает и по наклейку вот это вот за собой несет краску потому что видно на теперь чтобы покрасить надо купить краску и это наверно до 1 а потом по новой красе потому что если на эту покрасить и нас по-разному цвет будет сами письма видно покрасить это вашего отъезда но тоже надо пойти купить краску цены растут здесь немоверно я просто по сигаретам ориентируясь когда я приехала в первую ситуацию это были около 30 лифт вот а сейчас они за 50 лир это кэн свич с белым хитром это я ориентируюсь потом чай вот мысли и ходили с милой не выбрала чемодан милу не снимала пацана она не захотим не точно не захотела просто я не спросила мы как-то быстро встретились у меня было место мало времени потому что там не надо было уезжать она немножко снесла вместо встречи время встречи на час мы увидимся сейчас на этой неделе уже так что прям увидится вот и чай я отдала 90 лир за две маленькие вот эти вот ниже не то что там кружку на для чая за вот эти вот маленькие два стаканчика я отдала 90 лет это получается 40 лет всего лишь вот этот вот маленький стаканчик чая это мы сейчас говорим не о кружке я и укладывала как могла а ты как обломалась скажут что ты нам повторяешь по второму кругу то просто разговаривают с вами да и все сейчас я стираю дело я когда менялась ехал меняла постельная этот постельное белье почему-то там нам от на матрасе было очень много одеял прям одно одеяло хорошее второе дело хорошее там и тепленькое не виду не все сняла в стирку и положила машинку я подняла на 40 градусов температура на стирается подольше чуть-чуть чем рапиду но чем быстро стирка и вот сейчас вывешу одно одеяло потом не знаю там есть еще пора дело постирать их убрать или машинка работает целый день ну в принципе как у меня в италии она тоже стирается подряд и она кстати не набивает машинку полностью чтоб машинку набить то есть вот я прям вот жду да там не запускаем машинку с одним полотенцем она так типа 1 полотенцем если там есть пару трусов у нее барабан такой свободы не напихано туда вот сейчас покушаю рыбку и лягу девочки сбросили что судаковой в анталии сделали зубы я еще не видела это ведь не смотрела судаковой бы я по-любому был очень с радостью быстрее тебя сейчас я носу смочу надо будет такое написать по моему мне давали ее контакт или я на нее подписалась в инстаграме по моему надо с ней списаться я бы с удовольствием не съездила я думаю она просто с удовольствием увиделась я думаю есть нашему нужно деньги она по-моему анталии да и так поняла нужно деньги на билет туда-обратно но и на гостиничный номер понятное дело я не думаю чтоб она меня пригласила к себе с ночевкой что я не думаю так что судя по ее видео она любит одиночество не любит наплывали не на это мое личное мнение я бы с ней с удовольствием бы увиделось бы помог банила бы мне кажется это было бы прям вообще встреча года наверное надо будет ли написать напишите может у кого-то есть контакты и и потому что мой старый телефон кто девчонки нет мы тебе пишем на ватсап поздравляем тебе что ты молчишь я от свой 11 айфон оставила саша дома 10 я думаю его оставил потому что там стоит карточка которая работает по италии меня по той карточке ищет ну типа кому надо по италии метам могут найти а здесь как бы он не рабочий только только если ватсап поэтому я один телефон оставила я брала только 12 с собой который сейчас работает на территории турции потому что десятку они заблокировали если вы помните три месяца ты пребываешь в турции они блокируют телефон и еще как мне объясняли что типа если телефон выезжал типа три месяца не выдержала выезжал то есть типа его не блокирует нифига я никогда не сидела больше трех месяцев или ровно три месяца никогда не сидела я всегда домой моталась вот и все равно заблокировали тот телефон, поэтому смысл его сюда везти. Он бы только на WhatsApp работал. Сейчас вот, по идее, должны заблокировать 12-й, потому что он уже тогда работал, сейчас он работает, и через пару времени его тоже заблокируют. Потом ты ставишь турецкую карточку на 15-й, его тоже заблокируют, то есть ты не можешь там звонить только в WhatsApp, ты можешь использовать, и то, по-моему, только дома на Wi-Fi, насколько я помню. Да. Вот, и потом, если ты тут остаешься или еще что-то, тебе надо покупать турецкий телефон. То есть эта страна делает все так, как мне объяснила Юля, чтобы вложили в страну, чтобы, ну, турист влаживался в экономику. Ну, это я так понимаю. Вот. Ой, какой запах на всю квартиру. Я, правда, делаю... Я ложу сначала картошку с помидорами, чили, черри, вот, а потом уже рыбу ложу. Юля все вместе положила, еще лук положила. И, кстати, когда сказала, да, про помидор бросим этот, Вова сказала, говорит, зачем, это же не мясо. Я, ну, не знаю, в Италии так ложат помидорчики. Я, говорит, и масло налила, она говорит, нет, зачем, там же бумага. Я, говорит, да, мы маслица немножко льем. Она говорит, ну, это потом. У каждого свои рецепты, каждый по-своему делает. Погода шикарная, прям весна, весна, вообще прям отличная погода. Так, что еще? Понравилось вам видео, да, когда я с Аишей и с подружкой своей вчера снимала видос про 32 зуба, 36 зубов. Вам понравилось, да? Это хорошо, что вы улыбаетесь. Хорошо даже то, что кто-то самоутверждается за счет меня. Я это, я это приветствую. То есть, вот эти вот самоутверждения за счет меня я приветствую. Вот песня какая классная. Та-та-ра-та. Ой, давление на глаза. Я выспавшись. И, кстати, смотрите, я под вещи века стала меньше мазать. Как вы мне написали, черным замазывать. Я считаю комментарии. Я меньше мажу его. Убрала стрелки. Я вообще стрелки не рисую, потому что стрелка, она у меня вот так вот наискось идет. За брови писали. Говорит, Марина, пока вы в Турции сделаете брови, я жду. Меня позвала Татьяна, у которой я делаю ногти. У нее будут ученики на бесплатное удаление лазером татуаж. Юля к ней уже один раз ходила, кстати. Останусь в теплом на губах. Останусь в плавном сердце. Я для тебя останусь в теплом. Вот. Поэтому, как она меня позовет, пойдем посмотрим. Она сказала, насколько сильная краска. Поскольку по времени, я же последний раз, крайний раз я делала в Италии. Но очень много лет назад, лет 10. Я надеюсь, что он быстро выведется и мне красиво сделают бровки. Уколчики как хорошо сделали. От того, что я просто, когда вот у меня стоит ботокс, я ленюсь одевать очки, я больше морщика. То есть я в телефоне сижу вот так. И, естественно, дополнительно сжимаю здесь промежную прокладину. Вот. Конечно, я схожу, сделаю. Сделаю, сделаю. И все так сразу. А если так сразу, но все как-то все советуют там какую-то белопластику делать, но все нужны бабки. Я, например, в Италии всегда пользуюсь... Это, это, дикого на море. Я в Италии всегда пользуюсь дезодорантом Playboy розовым, женским. Здесь я себе не могу... Во-первых, я такого не видела здесь в продаже. И здесь я не могу себе такого позволить по деньгам. То есть там я себе могу такой дези купить, а здесь нет. Купость. Останусь в петле на губах. Останусь в память и на губах. Я для тебя останусь в петрах. Все-таки какие красивые слова иногда бывают в песне лирические. Все, девчонки, блядь, я с вами разговариваю. Честное слово, у меня прям сижу, мальчики-мужчины, у меня прям давка на глаза идет реально от света. Видите, я вот тут подвела светленьким. Вот здесь немножко растусовала, ну куда же без фиолетового. Видите, уже нежнее здесь растусовывала подвисшая века. Больше уже лучше получается, более такой естественный. Единственное, что я сюда немножко тени вывожу. Юлия Сергеевна! Тоже у нас начинает говорить. Юлия Сергеевна! Готова? Нет, нет, еще не готова, девочки. Если ее свежую, как Любочка нам подарила, она мне дали, я ее почистила, выпотрошила. Подожди, ты расскажи, что это Люба сама поймала на своей лодке. Да, ты же рассказывала нам, когда мы уходили. Я ее выпотрошила, поняла, да? Да. Вот. И, короче, надо вот тут смотреть вообще на рыбу. Типа, если свежая? Ну, и свежая, я приготовилась, она ее нет. Понятно. Так как ты спешишь. А чего я спешу? Ну, не знаю, она приготовила. А, что я спешила есть, да. Ты спешишь есть, поэтому ладно. Посмотрите, какая красота. У нас даже есть лимон. Положи, положи, положи. Не надо, это, конечно, я пососула. Лимон даже есть. У нас есть все. Хорошо, спасибо большое. Это Юлия Сергеевна. У меня даже улыбка сразу появилась. Блядь, пожрать не дура. Ну, а что, девочки, я приболела, между прочим. Дай, пожалуйста, пол лимончиков. Будь так добра, я тебе чеснок почистила сегодня. Я тебе за снырю, я даю сахарду. И купил не тот, и не ту смывку. Ну, знаете, что... Мне сказали, что другого нет. И он купил, знаете, что, он купил... Короче, я попросила купить смывку для лица. Юля говорит, мне показали, говорит, такого в этом магазине не было. Вот, девочки, а... Дайте лимончик. Лимончик, пожалуйста. И масло оливковое. Не хочу, я не буду есть. И оливковое масло, если есть. Спасибо. Какое масло? Оливковое. А я покрасил душ захотела. О, Фатичка пришел, смотрите. Он в Стамбул ездил. Юля вам рассказывала, что он был в Стамбуле. Ездит по делам. Это Фатич, Юлин друг, с которым мы снимали видео, который продается... Который Юля купила ковер. Юля, аж дай маслицу. Масло купаю. Оливковое. У нас в Стамбул ездил, что у нас подходит. Ага. Большой банк. Не надо. Не надо. Солом мало. Ой. Я не нравится. Ага. Я не знаю.